Всем привет! Прошлый топ 10 лучших игр для Android и iOS был популярен и понравился многим из вас. Однако игры, названные в том топе, уже давно устарели, да и вышло полно других не менее увлекательных игр. Ну а сейчас я расскажу вам о самых интересных и самых лучших из них. Итак, 10 место. Flappy Bird. Наверное, в неё играл каждый из нас. Геймплей игры, хоть и просто безобразие, но невероятно затягивает. А сколько из-за неё было разбито смартфонов? Нам нужно пролетать мимо труб, используя сенсор смартфона. Если мы влезаемся в трубу, то игра окончена и всё заново. Вот и весь геймплей. Как вы, наверное, знаете, разработчики удалили игру из Apple Store и Google Play. Однако обещают вернуть её туда в августе, уже немного обновлённую и с мультиплеером. Так что ждём и переходим к 9-му месту. 9 место. 2048. Ещё одна простая, но затягивающая игра. Целью игры является получение плитки номиналом 2048. Однако новых игр от этого разработчика можете не ждать. 2048 он написал совершенно случайно, просто упражнялся в программировании и не планирует заниматься разработкой игр в дальнейшем. А на 8 месте у нас сиквел одной из самых известных мобильных игр, Plants vs Zombies. А именно, Plants vs Zombies 2 It's About Time. Во второй части игры появится сюжет, и как можно догадаться по названию, связанный с путешествиями во времени. Согласитесь, звучит довольно интересно. Игра, кстати, бесплатная. Однако тут же появляется главный и единственный недостаток игры – донат. Хотя игру можно пройти и без него, если постараться. Ну а на 7 месте закрепился Реал Боксинг. В этой игре кровавый бокс представлен во всей своей красе – динамика и реалистичность боев на высочайшем уровне. Мы можем наносить удары как угодно, а также блокировать и уклоняться от них. Ну и контратаковать, конечно же. Также в игре есть редактор персонажа и донат. Правда, он не мешает игре. Из плюсов можно еще отметить красивую графику и наличие в игре мультиплеера. Ну и от меня игра получает звание лучшего бокса для мобильных платформ. На 6 месте Smash Hit. Игра является раннером, но далеко и необычным раннером. Сюжет у игры нет, и мы управляем неизвестно чем. И оно двигается только в одном направлении, и умеет кидаться железными шарами. Суть игры в том, что на пути нам встречаются препятствия в виде стекол, которые нужно разбивать этими самыми шарами. От нас игра требует только точности и быстрой реакции. И да, железные шары тоже не бесконечны. Их нужно добывать из различных пирамид и ромбов. Опять же, стеклянных. Если мы врезаемся во что-нибудь, то теряем 10 шаров. Также хочется отметить хорошую физику в игре, ну и соответствующие уровня музыка и звуки. И да, доната здесь тоже нет, разве что премиум-версия, в которой есть чекпоинты. Серьезных недостатков в игре я не нашел. Считайте, что на рынке мобильных игр стало еще на одну хорошую игру больше. В середине топа у нас расположилась головоломка под названием The Room 2. Первая часть игры пришлась по вкусу всем любителям головоломок, а также собрала кучу наград. Разработчики решили нас порадовать и выпустить продолжение. И получилось оно великолепное. Головоломки стали еще сложнее. Комната увеличилась в площади, появилось больше ящиков с секретами. К тому же в игре теперь постоянно меняется фон. Корабль, гробница и так далее. Читать записки стало еще интересней, ибо теперь их пишет сумасшедший ученый. И из-за этого атмосфера становится еще более выраженной и нагнетающей, что ли. Серьезных недостатков в игре просто нет. Это одна из самых лучших головоломок для мобильных платформ. А на четвертом месте у нас коллекционная карточная игра, разработанная и выпущенная Blizzard Entertainment. Hearthstone Heroes of Warcraft. Игра основана на пошаговых карточных сражениях между двумя игроками и имеет несколько режимов игры. Мы можем получать более мощные карты за участие в соревнованиях или покупать за реальные деньги. Игра основана на вселенной Warcraft, как вы наверное догадались по ее названию. В Hearthstone Heroes of Warcraft вы уже можете поиграть на iPad и ПК. А в скором времени игра посетит iPhone и Android. Blizzard обещает, что она выйдет в этом году. Но бронзу нас получила Аномалии 2. Пожалуй одна из самых лучших RTS для мобильных платформ. Геймплей игры построен по принципу Tower Defense. Только полностью наоборот. То есть нам нужно нападать, а не защищаться. Хотя в мультиплеере игры, да он тут тоже есть, нам дадут сочетать эти два режима. Разработчики улучшили сюжетный режим. И в синглплеере игры теперь есть несколько различных концовок. Однако сам сюжет игры не очень интересный. Гораздо больше интерес вызывает геймплей игры и поразительная увлекательность игрового процесса. Красивая графика и геймдизайн. Меняющиеся погодно-ландшафтные условия на карте. Измененный принцип боевого конвоя, который положительно скажется на балансе игры. Все это здесь присутствует. В общем игра получилась великолепной. Рекомендую всем любителям стратегий. А серебро нас завоевал The Wolf Among Us. Один из самых главных и жирных плюсов игры это конечно же сюжет. Помимо того, что он крайне интересен и запутан, так он еще имеет разветвление и дает нам право выбора. Правда это небольшая иллюзия. И право выбора по сути мало что изменяет. Ну да ладно. Пожалуй единственный недостаток игры это очень большая схожесть геймплея с The Walking Dead. Можно даже сказать, что игра сделана по той же самой схеме. Та же система диалогов, тот же геймплей, press x to win. В общем в плане геймплея все то же самое. Однако игра все равно замечательная и я ее рекомендую каждому игроку. Итак, вот мы и добрались до первого места. Золото у нас забирает легендарное Grand Theft Auto San Andreas. Одна из самых лучших и самых высокооцененных GTA теперь на ваших смартфонах и планшетах. Я думаю, что игра не нуждается в представлении. Каждый в нее когда-нибудь играл. Однозначно рекомендую к покупке. Ну вот и подошел к концу наш топ. Если вам понравилось это видео, ставьте большие пальцы вверх, делитесь своим мнением в комментариях. И я прошу, если вам топ этот не понравился, лучше конечно же не кричать на то, что топ не понравился, а написать свой маленький топ 10 в комментариях, чтобы люди тоже его оценили. И тоже поставили вам пальцы вверх, чтобы, как скажем, ваше мнение тоже было учтено. Ну а я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. До скорой встречи и удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok